Кыргызско-российские отношения имеют перспективы развития и углубления по всем направлениям, считают политологи. Нынешний уровень сотрудничества можно назвать взаимодействием братских стран и стратегических партнёров. «Достаточно посмотреть цифры взаимодействия в торгово-экономических отношениях. Они достаточно у нас, несмотря даже на все пандемии, которые мы переживали, у нас Россия была и остаётся основным экспортным направлением. Наши товары в основном ориентированы на российский рынок. Прежде всего речь идёт о сельхозпродукции, о швейной продукции». Россия является основным работодателем внешних мигрантов. С каждым годом российская сторона улучшает условия для трудящихся там граждан Кыргызстана. По мнению экспертов, для нашей страны важно продолжить работу в этом направлении. «В рамках ЕАЭС действительно были, так сказать, созданы оптимальные условия для наших граждан-мигрантов. Другой вопрос, что также необходимы комплексные работы в этом направлении, которые будут касаться каждого гражданина, нашего соотечественника, который находится на территории Кыргызской республики. И предстоящий визит, скорее всего, также будет акцентирован на этих вопросах». Взаимодействие двух стран многогранно. Оно затрагивает практически все сферы жизнедеятельности. Поэтому отношения между Россией и Кыргызстаном получили название стратегических партнёров высшего уровня сотрудничества. Однако есть и проблемы, требующие решения, считает экс-спикер парламента Занидин Курманов. Возможно, на предстоящей встрече их обсудят президенты. «Президент Диапаров едет вот эти неясности, разобраться в них и углубить эти отношения. В частности, речь идёт о пересмотре цен на газ и нефть, нефтепродукты. Поскольку Кыргызстан переживает очень тяжёлое время, и нам нужна помощь. И Россия всегда приходила нам на помощь, несмотря ни на что. Второе – это возобновление энергетических проектов, которые были приостановлены». Сейчас Садыр Джапаров перед своей первой зарубежной поездкой в качестве президента находится на самоизоляции. В ходе предстоящей встречи в Москве, кыргызская сторона намерена обсудить вопросы в сферах экономики, сельского хозяйства, взаимной торговли, реализации совместных проектов в энергосекторе, сфере недропользования и промышленности.